Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как защитить, к примеру, нашу игровую программу от таких программ под названием, даже под классификацией сканеры памяти. Вот, одна из таких программ, я думаю, очень известна тем, кто играет или играл в игры. Она называется ArtMoney. Проект у меня называется Anti-ArtMoney, но это не соответствует этому. Anti- это что-то противоположное, это просто защита. Ну, так назвал, так назвал, ничего страшного. Так вот, для тех, кто не знает, что такое ArtMoney. ArtMoney это сканер памяти процесса. Вот, и этот сканер сканит, то есть ищет какие-то значения, находит их, потом как бы нашли, потом мы опять ищем, потом опять находит. И в результате многих там действий мы можем изменить ресурсы, опыт игрока и т.д. и т.п. То есть на большее, ну в основном на большее значение, на меньшее вряд ли. Вряд ли кто-то уменьшал себе ресурсы. Вот, хотя возможно это такое, когда кто-то, один компьютер, а вас двое, кто-то сидит, играет. И вот тот кто-то отошел, вышел, поставил на паузу и вы уменьшили ему с помощью ArtMoney ресурсы. И в результате сделали неприятность. Вот, то есть это сканер, сканирует память и мы выбираем на что сканировать. Вот здесь мы посмотрим, есть аналог сканера памяти под Linux. То есть мы на нем проверим, работают ли наши способы защиты или нет. Вот, то есть ArtMoney она очень отлично справляется с играми локальными. С серверными, то есть большая часть логики которых размещена на сервере, то есть это обычно онлайн игры, ArtMoney обычно не справляется, так как мы не имеем доступа к процессу на сервере. Соответственно на клиенте выполняется там отрисовка, обмен данными сервером. Но бывает такое, что какие-то вещи все равно оставляют на клиенте. И всякие дотошные игроки иногда это находят и ломают игры эти. Хоть и онлайн, но все равно ломают. Разработчикам приходится, конечно же, исправлять эти все дела и увеличивать. Ну, к примеру, там на сервере могли считаться основные ресурсы. Вот, там, к примеру, основной ресурс это золото. А мелкие ресурсы, такие расходники, это там дерево, например, да, он мог считаться на клиенте. Вот, и вот игроки, экспериментальным путем, дотошный какой-то игрок, к примеру, вычислил, что дерево можно сломать. И вот он этого дерева там миллиарды себе наделал и на рынке спокойно меняет на золото и очень хорошо себя чувствует. Вот, к примеру, есть такое иногда, ну, именно не данный пример, что дерево, а иногда такое происходит и находят игры, в которых не все считается на сервере. Вот, ну, соответственно, это напрягает разработчиков, остальных игроков, так как это уже нечестно, все кричат, ты читер, вот, и все такое. Вот, ну, я думаю, вы поняли, кто не знал, что такое сканер памяти. Итак, давайте приступим к примерам. Так, и у меня тут 4 примера, кстати, вам домой я бы рекомендовал попридумывать еще различные способы обхода, вот, чтобы ArtMoney или подобные программы не смогли сломать, не могли изменить ваши ресурсы, вот. Так, смотрите, вот у меня пример первый, это классический пример, у меня создан там класс, описан для хранения каких-то ресурсов и перегружены операторы плюс равно, минус равно, все. И все это хранится вот в этой ячейке. Ну, и, соответственно, вот, увеличиваем и уменьшаем. Вот, соответственно, для ArtMoney, для сканера памяти, несложно найти вот это вот значение и его изменить. Ну, давайте запустим первый пример. Вот он, первый пример, и после каждого, и я на каждом этапе вывожу значение ресурса и увеличиваю, вывожу значение и останавливаю с помощью GetChara. То есть, простенько, то есть, имитируем, как будто бы это пауза. И давайте запустим программку. Кон, 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 кон. Блин, как она называется? Game Conqueror какой-то. Ну, сейчас я запущу. Так, оно требует админских прав, ну, так как нужен доступ к ресурсам. Точнее, доступ к процессу. Вот, вот так вот называется эта программка. То есть, на самом деле, есть консольная программка, ScanMem или MemScan, ну, точнее, терминальная. А это просто обертка. Как было написано в справке, я вкратце гляну, то эта обертка написана на Python. Вот так, выбираем релиз, чтобы все было по-честному. Запускаем нашу программу. И вот аналог ArtMoney. То есть, как мы видим, да, можно сканировать на различные типы данных. Классический инт, четко 8 бит, 16, 32, 64 и т.д. и т.п. Вот мы, мы, мы выберем, давайте классический, обычный инт. И вот у нас 0. Ну, к примеру, мы нажали на паузу. Дальше, что-то там в игре произошло, и ресурсов уже 10. Ну, теперь нам надо выбрать наш процесс. Вот он, Anti, 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 ArtMoney. И ищем значение 10. Вот сколько их нашло. Но нас это не устраивает. Все мы менять не будем. Вот, значит, значит. Так, что-то какой-то тупеж идет. Ладно. Как будто бы мы alt-табнулись, что-то в игре поделали. И вот уже ойла нашего. Ну, это типа нефть. Ойл, масло. А нефть это масло. А масло это сливочное. Короче, сливочное масло. 160. Теперь нам надо установить 160. И теперь вот это 160 отфильтруется. Короче, вот. Вот, вот, вот. Мы уже видим вот 3 ячейки. 160. Ну, давайте на всякий случай еще. Вот они. Ну, почему-то 3. Я не знаю, почему. Вдаваться не будем. Ага, вот, смотрите. Есть In64, 2. И одно 32-битное. Ну, да ладно. Мы изменим все. И теперь давайте на всякий случай поставим, что масло у нас 200 тысяч. Вот, 200 раз. То есть вы это можете поэкспериментировать у себя. Менять не все 3 значения, а какие-то. Ну, и кроме всего прочего, вот здесь пишется, в какой памяти это находится. То есть это в данном случае на стеке. Вот, изменили. То есть сканер менеджера. С помощью сканера менеджера мы нашли вот адрес этой перемены. Изменили ее. И, к примеру, Alt-табнулись. И играем в игру. И что мы видим? Правильно. Уже, ну, там было отнимание ресурса, но, грубо говоря, то есть то значение, что мы хотели, мы и получили. То есть 200 тысяч. Все. Игру свою мы сломали. Вот. Ну, мы поняли, да? Сканер памяти сканирует нашу память. По 4 байта он прыгает и ищет соответствие на вот это вот соответствие. Вот. Соответственно, есть конкретные адреса и по этим конкретным адресам мы можем изменить значение. Так. Выйдем. Сокроем. Вот. Что у нас... Почему это так происходит? Вот. Ну, память на стеке. Понятное дело, что вот эта переменная хранится на стеке. Так как у нас в main, давайте посмотрим. Вот. Это локальная переменная. Она выделяется вот здесь. Соответственно, память выделяется на стеке. И у этой M-Value есть постоянный адрес. То есть он не меняется. Сколько раз бы мы не увеличивали или не уменьшали значение, адрес этот постоянен. Соответственно, сканер памяти, найдя одно значение, он у себя хранит в кэше. Да? Вот это 160. И далее, когда мы меняем 160 на 200, к примеру, фильтруем, то сканер памяти уже фильтрует по той табличке адресов, которую он вычислил первый раз. Вот. Ну, я думаю, вы поняли. Сначала оно могло найти вот 7 ячеек, в которых значение 160. Дальше у нас ресурсы там изменились на 200. И он уже шерстит по вот этим ячейкам, где первый раз нашел 160. И в результате вычисляет, находит ту нужную нам ячейку, где хранятся наши ресурсы. Вот. Соответственно, то есть мы уже понимаем, адрес постоянный. Значит, и мы понимаем примерно принцип работы сканера памяти. То вот здесь уже может прийти какое решение? Сделать так, чтобы этот адрес был не постоянный. То есть, к примеру, 160 есть, но вот ресурсов было. Сканер памяти нашел. Как только ресурс меняется, увеличивается или уменьшается. Хотелось бы сделать так, чтобы адрес изменился этой переменной. Вот. Соответственно, сканер памяти уже не найдет, потому что он будет фильтровать по тем, по массиву тех значений, которые нашел в первый раз. Смотрите. То есть, это у нас классический пример. Давайте теперь рассмотрим, вот я еще сделал три примера, которые с помощью которые по-другому хранят данные. Так, вот это что-то левое. По-другому хранят данные и, соответственно, сканер памяти не находит. Смотрите, второй пример. Во втором примере у нас все практически то же самое, кроме вот этого. в первом примере у нас было одно значение mValue, а здесь mValueArray. Для чего я это делаю? А для того, чтобы хранить не целое значение, а раздельное. Ну, к примеру, по коду, я думаю, вы разберетесь. К примеру, сначала у нас значение 0, ресурсы, да, там, масло нашего. Дальше я сбил Almazin и подкупил еще масло и подкупил 50. То есть, я вот свое масло увеличиваю на 50. Смотрим по коду. У меня в первом элементе массива, то есть нулевой индекс, хранится 0. 0. Плюс второй элемент массива. В данном случае тоже там был 0. после этого вот в этот второй элемент массива я записываю вот это значение 50. Есть. Соответственно, после выполнения этого кода мы получаем вот такое. В массиве хранится 0 и 50. Когда я запрашиваю это значение, то у меня оно складывается, первый элемент массива со вторым. Отлично. Теперь давайте я сбегал в магазин и купил этого масла, а потом кто-то код, к примеру, залез на стол и съел половину масла. Посмотрим на этот код. 0 плюс равно сколько? 50. Так. Так. Далее вторая строчка кода mvalue array минус avalue, то есть половину. Половину это 25. Сохраняю минус 25. Соответственно, в первом элементе массива у меня хранится 50. Вот так. Во втором элементе массива минус 25. Когда я запрошу значение вот оно, то будет 50 плюс минус 25. Получится 25. вот ну и это нормально работает вот для такого случая. Когда мы увеличили значение, выявили его увеличили значение, выявили его. То есть надо, я не пробовал, но надо попробовать сделать что-то вот типа вот такого. давайте раз, два, три, четыре, четыре, и шесть. По идее, должно быть то же самое. Десять, ну тоже все то же самое работает. Тут везде один и тот же код, но как мы видим по значениям, везде все одинаково. вот то есть разные представления, а значения одинаковые. Ну это я так для проверки делал. Тоже так работает. Отлично. Вот соответственно это вот такой способ и сканер памяти такое уже не обнаружит. Так как мы будем искать к примеру опять-таки тоже 160, но это 160 хранится раздельно. Соответственно сканер памяти не найдет. Теперь давайте посмотрим еще один пример. Ну здесь классика можно сказать. Просто есть указатель. Далее при увеличении этого значения я временную переменную создаю. Увеличиваю это значение. Выделяю новый участок памяти. Выделяю новый участок памяти. И только после этого удаляю. Потому что если вы сделаете вот так вот delete то большая вероятность того что в tmp запишется тот же адрес который был в предыдущей переменной. Соответственно сканер памяти легко это найдет. А вот здесь я выделяю новый участок памяти и удаляю старый. Соответственно вот здесь у нас новый адрес получается и менеджер точнее сканер памяти это тоже не обнаружит. Ну и четвертый пример. Четвертый пример здесь с помощью битовых операций. у меня есть некий ключ который случайным образом генерится при создании объекта. И есть значение. А дальше все легко. Значение я ксорю этим ключом. Когда мне нужно вернуть значение проксорил. Когда нужно изменить проксорил. Вот. То есть есть некий ключ. То есть здесь я думаю ничего сложного нету. Вы я думаю легко разберетесь. Соответственно все вот эти три примера сканер памяти не разберет. Кстати еще немаловажный нюанс. Смотрите у нас есть как это блин называется список инициализации да вот mValue инициализируется ну какое-то там значение оно по умолчанию нулю равно вот какое-то там значение и ключом смотрите какая штука если вы не дай бог сделаете вот такую каку давайте попробуем пересобрать GCC какой-то версии я не помню на это ругалась а вот здесь почему-то не ругается что очень странно это потенциальная ошибка почему потому что объекты размещаются в памяти так как они описаны да вот данные и инициализируются они в том же порядке теперь смотрите mValue равно 0 так так mValue инициализируется каким-то значением и mK но mK еще не проинициализирован то есть он будет проинициализирован только после mValue соответственно вот здесь вот это все работать не будет оно будет работать но не так как мы ожидаем это очень важно надо надо какие-то ворнинги наверное включить не знаю но 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 это потенциальная ошибка когда-то студия на это не ругалась вот а JCC ругался сейчас он что-то не ругается очень и очень странно то есть это потенциальная ошибка я обращаю ваше внимание поэтому то есть надо быть здесь предельно аккуратным когда происходят вот такие вот штуки когда какое-то значение инициализируется членом этого класса то есть обязательно значит вот это mk должно быть уже проинициализирован но вы это можете сделать поменять этот порядок и попробовать у себя работает ли ваша программа или нет она работать будет но значение там будет совсем не тем вот поэтому это может сделать попробовать менеджеры сканеры и пользователи windows и пользователи linux я думаю и под macintosh тоже есть какие-то сканеры вот так вот соответственно у нас здесь значение адреса одно и то же но вот только вот само значение оно постоянно ссорится и соответственно не зная ключа ключа даже если мы посмотрим на исходники программы мы видим тут рандом соответственно мы не можем знать какой он вот соответственно не зная ключа мы не знаем само значение ну и давайте 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 это все запустим и попробуем сломать запустим еще раз наш сканер вот и попробуем это сейчас вот то есть это один из способов возможно что-то артмани к примеру что-то да и сломает ну там вариант 2 3 или 4 мало ли не знаю так ищем 10 ищем 10 это первый вариант это с этим должно наш сканер памяти должен легко справиться это левое и ставим 100000 все изменилось я изменил тут изменилось тут а теперь смотрите int 32 32 32 ладно так все значение изменилось все отлично наш сканер с этой задачей справился делаем рефреш все обнуляем и пробуем пример 2 ищем значение 10 10 нашло дальше изменили 160 ищем 160 ух ты вот оно нашло меняем на что тут 100000 поменяли ага сломали афиг там здесь 145 и здесь осталось 145 фу давайте еще раз да нифига 127 второй пример не работает ну точнее работает для нас а сканер памяти не может определить пример 3 то есть второй это с массивами пример 3 пример 3 это у нас когда выделяется каждый раз новый участок памяти ищем 10 нашло ищем 160 нашло ага вот оно ты ну сейчас ты мне получишь сейчас мы сделаем 100000 килограмм масла опа не работает 145 хорошо делаем еще раз пытаемся изменить не работает второй третий пример тоже отлично справился с поставленной задачей ну и теперь теперь обнулимся и пример четвертый где у нас идет XOR да ищем значение 10 что-то там нашло потом 160 вот оно и и и попробуем изменить меняем опять 25 опять не работает ну короче я думаю вы убедились да вот есть три уже примера которые классно работают ну я бы наверное отдал предпочтение вот этому XOR или может быть вот ну вот это что-то у меня какие-то сомнения не знаю на самом деле все способы хороши единственное я бы наверное не делал вот эту вот штуку потому что это все-таки работа с динамической памятью и мне кажется она иногда может быть затратнее более затратной чем вот эти вот операции вот но это мне может казаться вот соответственно все три примера вот то есть вообще у нас четыре примера но у нас есть три примера как обойти эту защиту точнее не защиту как защитить свои ресурсы от сканеров памяти все они работают можете убедиться у кого есть windows попробовать с помощью art money вот сломать это эта вся ерунда будет на гитхабе я надеюсь я не забуду выложить ссылку но если я вдруг забуду то есть на гитхабе в любом случае это будет то посмотрите ищите где-то в репозитории cpp и возможно там в папочке other adher ну то есть разные какие-то такие мини проектички или еще что-нибудь вот где-то там это должно быть название будет такое же anti-art money вот и я бы вам еще порекомендовал бы поиграться и придумать еще какие-то способы ну один из способов опять-таки к примеру битовые операции это я сейчас так быстро скажу а дальше думайте сами взять 8-байтовое значение 1,2,3,4,5,6,7,8 тип данных ну long к примеру и хранить наше значение где-то вот здесь 4-байтовое то есть просто постоянно сдвигать соответственно когда art money к примеру будет искать по 4 байта он будет захватывать или первые 4 байта или вот эти либо когда 8 байт он будет искать но наше-то значение будет находиться посредине между теми 4-мя байтами и теми ну то есть половину этих 4 байта захватывает половину тех вот то есть операции сдвига то есть нужно изменить или вернуть сдвинули изменили опять сдвинули вот ну на сегодня все поэтому всем спасибо за внимание придумайте еще десяток способов и и и пользуйтесь сканером памяти вот очень мало игр делали такую защиту я на своей жизни буквально встречал одну или две игры в которых как артмани с помощью встречал одну или две игры которые нельзя было сломать с помощью артмани вот для этого нужно было специально там закачивать специально предустановленные настройки ну для артмани конфигурационные файлы и указывать ну для каждой конкретной игры и там только тогда можно было сломать то есть там конкретно уже были известны адреса где хранятся эти значения вот соответственно далеко не все даже большинство просто не парятся и не делают такой защиты потому что я на самом деле особо смысла не вижу если человек хочет сломать то пусть сломает вот ну да ладно все еще раз всем спасибо за внимание подписываемся делимся комментируем все всем пока пока